Хорошо, да? Так, давайте начнем. Я представляю компанию Real-Time Intelligence. Мы недавно на рынке, год работаем. Я хотел бы рассказать про нашу разработку от хок-мониторинга в режиме реального времени. Много о себе. В инвентационных технологиях я с 2002 года, страшно сказать, начинал работу с UBD Oracle, ну и, соответственно, дальше уже занимался Java-разработкой последние 5 лет, 5-4 года. Также занимался разработкой свободного программного обеспечения. Есть разработка по DST-приложению для анализа истории активных сессий в режиме реального времени для базы данных Oracle. Также я ее переделал для поддержки PASGRES. Ну и, соответственно, я расскажу про наше приложение, которое не является свободным. Является приложением с открытым исходным кодом. Распространяется по лицензии Apache 2. Ну и, соответственно, давайте двинемся дальше. Хотел бы я сформулировать, какую проблему мы решаем с помощью этого программного обеспечения. Ну, она достаточно понятна, она уже у всех на слуху. Значит, начнем мы, наверное, со сложности. Со сложности информационные системы постоянно усложняются. У нас появляется большое количество функционала, у нас появляется большое количество различных сервисов. Ну, соответственно, если немного, например, вернуться на 20 лет назад, вот мой личный опыт, я расскажу, значит, в банках, в промышленных предприятиях в основном использовалось UBD Oracle. Вот, и UBD Oracle, она использовалась не только как база данных, а как такой комбайн, в котором были, значит, задачи решались, связанные не только с хранением данных, но и, например, передачи сообщений, например, полнотекстовый поиск, ну и еще задачи, связанные с аналитикой. Но время идет, и мы наблюдаем, что начинают появляться сервисы, которые решают часть вот этих задач, часть этого функционала, по сути происходит функциональный распил вот этого монолита. Вот, и у нас появляется для решения задач обмена сообщениями месседж-брокеры появились, ну, яркий пример, это RabbitMQ, например, Kafka, они уже стали сейчас у нас стандартом. Потом, значит, для полнотекстового поиска у нас появились Elasticsearch, тоже стандарт стал для решения вот этих задач. Все, что касается хранения баз данных, ну, открытых решений много, лидирует под грез. Кроме этого, различные варианты баз данных, in-memory, колоночный, clickhouse и так далее. То есть у нас получается большое количество сервисов, которые выполняют различную работу. Соответственно, за этим всем надо следить. Ну, и плюс сама сложность внутри вот этих монолитов, она тоже возрастает, потому что функциональность тоже добавляется. Ну, можно взять, например, баз грез, он тоже идет по этому пути. Но у него есть у этого подхода свои ограничения, связанные с масштабируемостью. Горизонтальная масштабируемость не работает. Ну, собственно, из-за этого все эти движения в сторону выделения какого-то функционала и такой Unix-Way, они как бы имеют место быть. Ну, следующая проблема, которую мы решаем, это Big Data, большой объем данных. Это не секрет. Опять же, если мы вернемся на 20 лет назад и сравним с текущим положением, количество транзакций выросло, количество задач, решаемых систем, выросло, объемы данных, видео, там, аудио, в общем, выросли в разы. Соответственно, мы эту проблему тоже решаем. Но не в виде, скажем так, не для настоящих Big Data, конечно, а тех данных, которые, собственно, не помещаются в памяти, с которыми сложно работать вот в таком аналитическом разрезе. Ну, и третья проблема, это проблема, связанная с тем, что, запросом, что мы хотим информацию получать вот прямо сейчас, real-time. То есть есть группа таких задач, которые, собственно, требуют специализированных инструментов. Ну, и, собственно, вот разработка дистоп-приложения, Java-приложения, значит, которая собирает данные, хранит их локально и, собственно, делает обработку, хранит данные в локальной базе данных, делает визуализацию, ну, и, соответственно, дальнейшие задачи, связанные с подготовкой отчетов. Значит, поддерживается протокол в настоящее время GDBC. Соответственно, любая база данных, любой источник, вернее, данных, который поддерживает GDBC, поддерживается. Далее, значит, у нас есть планы по поддержке, включение поддержки REST-протокола. То есть будем ходить по HTTP, забирать данные. И давайте дальше детально более к интерфейсу перейдем. Значит, все достаточно просто. У нас есть метрики, которые мы собираем. Но мы собираем эти метрики, значит, когда у нас достаточно сложные модели данных. То есть у нас есть, по-простому говоря, таблица. Мы эту таблицу или набор данных собираем с некоторым интервалом. Потом по этому набору данных мы строим определенную аналитику, визуализацию. Причем это не просто визуализация, а это еще одновременно анализ данных. Если посмотреть на этот график, то можно увидеть сразу, что у нас понятно, что происходит. Что у нас есть какой-то спресс. То есть у нас есть различные у этой модели измерения. Мы можем по этим измерениям ходить и смотреть гонграфики. Если по схеме идти, вот решение, которое я показывал. То есть у нас справа есть задачи, связанные со сбором данных. Собственно, почему ad hoc в докладе? Потому что есть у нас вот такая модель данных, с помощью которых мы можем гибко настраивать любой формат сбора данных. Любой практически. Любые метрики, любую, скажем так, комбинацию их. И эта вся информация хранится локально. Следующий момент. Нам данные нужно сохранить, для того, чтобы в последующем можно было быстро к этим данным обратиться. Для этой цели разработана специализированная колоночная база данных на Java, которая эту задачу решает. В чем ее особенность? Особенность в том, что она позволяет данные, она сохраняет данные не только в колоночном, разрезает на слайсы по колонкам, но еще по столбцам. Но еще она делает автоматическую дедупликацию. То есть есть такой тип хранения локальный, когда нам не требуется явно указывать тип хранения таблицы. Обычно мы уже указываем формат хранения в таблице. В этой кликаусе, в обычной базе данных. Здесь этого не надо делать. Она автоматически делает дедупликацию. Плюс есть сжатие данных. Тоже встроенная. Анализ. Ну, собственно, почему real-time в режиме реального времени? Потому что мы вот эти все изменения, которые мы подтягиваем, мы видим в режиме реального, как сейчас. То есть вы указываете интервал опроса от секунды 2, 3, 4, 5 секунд. И, соответственно, в этом интервале вы информацию можете получать и смотреть, что происходит. Вот прям практически в real-time. Не real-time. Далее можете также выбирать диапазон и смотреть детализацию по разным измерениям. Есть поддержка просмотра истории. Тоже стандартные задачи, связанные с анализом данных, анализом данных временных рядов. Есть возможность поиска по подстроке. Кто с Elasticsearch работал, есть возможность Elasticsearch просто под строку указать, и она вам покажет распределение данных по времени. Здесь тоже это есть. Все локально, все работает на real-time данных. Это у нас последние уже наши доработки, связанные с внедрением отчетности. То есть мы можем по вот этим профилям, с помощью которых мы эти данные собираем, мы можем создать отчет. У нас есть система дизайна легковесная. И, соответственно, в PDF это все выгружается. Какие сложности были? Ну, вот основная сложность — это разработать систему колоночного типа. Когда мы это все начинали, тогда еще не было таких разработок. Ну, и как бы задача была полностью этот процесс контролировать, потому что всякое бывает. DuckDB тогда еще не было. Соответственно, вот у нас такая схема. Мы данные загружаем по различным протоколам. Внутри происходит дедубликация, если надо — сжатие. И далее у нас есть API для чтения этих данных. Ну, и, соответственно, визуализация уже происходит в каких-то отдельных клиентах. Значит, ну, по поводу колоночного формата я… Еще раз, отличие табличного от колоночного формата, чтобы было понимание, потому что иногда возникают вопросы, зачем вообще колоночные базы данных создают. Вот, какой-то клик-хаус придумали, для чего. Ну, собственно, суть в том, что для ускорения аналитических запросов нам надо исключить обработку большого объема данных. Мы снижаем объем данных, все быстрее работает, очевидно, да, чтобы как бы не было этих самых недопониманий, потому что иногда в чатах там вот люди говорят такие вещи. Вот. Ну, и, собственно, у нас мы не только разбиваем на слайсы по столбцам, но еще поблочно разбиваем для того, чтобы можно было еще данные сжимать. Три типа поддержки формата данных – RA, ENAM и гистограммы. В гистограммах мы храним начальный, завершающий диапазон повторяющихся данные и, собственно, данные. Все достаточно просто. Значит, у нас были проблемы. Как мы эти проблемы решали при разработке базы данных? Ну, тесты. Если кто-то не пишет тесты, самое время начать, может быть, это повторение. Ну, лучше повториться. Обязательно тесты. Любые, значит, все, вернее, которые покрывают основные варианты использования, граничные условия, ну, что случить? Мы все это знаем. Значит, помогают справиться с ошибками в программном спечении, ну и так далее. Значит, по поводу производительности, ну, это колоночное хранение, это дедубликация, я уже сказал, это такая хитрость, которая позволяет вам не заботиться о тех данных, которые вы, скажем так, собираете. Не настраивать, вернее, формат данных. Сама система это делает за вас. Ну и сжатие. Значит, как проверить базу данных? Может, она неправильно данные, значит, как бы рассчитывает? Для этого есть интеграционный тест, который проверяет и производительность, и корректность выполнения запросов. Мы используем базу данных Кликхауса, базу данных, вернее, заказов такси в Нью-Йорке. Соответственно, у нас запрос, который работает в Кликхаусе, работает аналогично и в нашей системе. Мы проверяем. Обычный тест. Ну, и гибкость, конечно, все по Solid, по Adrai, ну, все принципы соблюдены. Мы смотрим на код, код открыт, поэтому вы можете все это увидеть. Значит, с декабря вышли в открытый доступ, Apache 2.0, значит, лицензия. Ну и, соответственно, у нас какие технологии мы используем? Java как основной язык программирования, но и как экосистема. Недавно вышла 21-я версия, там произошел релиз зеленых потоков, проект Loom. Вот, соответственно, это уже серьезный шаг вперед. В Котт-лине были коррутины. Сейчас появились подобного типа функциональности в Java. Java-Swing для подстроения интерфейсов, собственно, колоночная база данных в качестве бэкэнда. GIF-Richard для визуализации, Dagger 2 для DI, CI-CD на базе GitHub Actions, ну, и, соответственно, дальше все понятно. Ну, варианты использования тоже я не буду погружаться детально. Значит, я использую в обучении, значит, этот инструмент. Ну и плюс можно использовать в научной работе. Команда. Значит, нас немного. Вот, ну, соответственно, Иван у нас занимается инфраструктурой. Ольга, значит, пользовательским интерфейсом, я всем остальным. Все ссылки на, значит, приложения на слайде, значит, Telegram. Ну и хотел бы добавить, что эта разработка поддерживана фондом Содействия инноваций, фондом Бортника в прошлом году. Вот, соответственно, мы работаем с помощью вот этого механизма. У меня все. Спасибо за внимание. Вопросы? Коллеги, вопросы. А я пока первый вопрос не прозвучал, хочу прокомментировать. Вы сказали, что у вас не СПО, но лицензия Apache 2.0. На самом деле Apache 2.0 это тоже СПО, просто нужно не путать строгий копилэфт и СПО. СПО это более широкое понятие. Пермиссивные лицензии, BSD, MIT, Apache, они тоже являются свободным программным обеспечением. Если бы не являлись, мы бы не допустили просто доклад. Так, вопрос. Вот у меня есть микрофон. Я был первый. Ты сказал, что вы сделали свою собственную базу данных. Ну, прям взяли и написали базу данных. Ну, да, мы называем ее кликаус на минималках. То есть взяли с нуля проект, создали и написали базу данных. Ну, да. Вопрос. Да. Почему не устроило что-то из существующего семейства NoSQL? Кассандра, Крикхаус, Таранту. Это дистопное приложение. Наша задача была обеспечить переносимость. А, ну у вас на дистопе запускается. Да, дистоп. Нет, ну мы на самом деле приложение, сама база данных позволяет делать, подключать сейчас бэкэнд это BerkleyDB Java Edition. Потенциально можно подключать любой бэкэнд. И у нас уже есть планы подключения бэкэнда Крикхауса, но не в обычном виде, а в виде уже Крикхауса на максималках. Мы уже знаем, как это сделать. На некоторой части запросов будем проводить нагрузочное тестирование, смотреть. На дистопе, то значит она, наверное, не особо нагруженная, и значит какой-нибудь скеллайт должен был вам подойти. Я объясняю еще раз. Смотрите, колоночная база данных, они создаются для определенного типа нагрузок. У вас есть табличный формат хранения данных, вам нужно выполнить запрос не по всему объему, а только по части. Соответственно, если вы будете использовать табличный формат, то у вас большое количество будет логических чтений. Понятно, да, что только логические чтения? Когда вы читаете данные, которые вам не нужны. Вам нужен только тот слайс, который вам… Да. Застоп там, маленькая нагрузка. Да, просто я вам хочу сказать, что, да, значит, смотрите, есть варианты, когда это работает, когда это помогает ускорить. Значит, для примера, просто есть такая DACDB, кто знает, да? DACDB знает, да? Отличная база данных, ну а зачем ее создали, вопрос. Давайте зададимся вопросом, если она там имеет там 10 тысяч звезд на GitHub, значит, популярно, активно используется, вопрос, зачем ее создали? Для хорошего имени. Для смешного имени. Для смешного имени? А, ну, наверное, да, тоже DACDB. Да, 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 пожалуйста. Да, ну, продолжение, да, я как раз хотел спросить, почему не Клейхаус, то есть вы начали в то время, когда Клейхаус уже довольно стабильный был, но, в принципе, да, более-менее ответили. Вопрос такой, любые дегдаты решения, да, они предполагают горизонтальное масштабирование. У вас вот это фбейс, который вы разработали, это поддерживает председательное масштабирование? Я говорю, в качестве бэкэнда можем использовать любую базу данных. А, вы свои написали фбейс, да? То есть это ваше разработание? Это такой вот, скажем так, как это сказать-то, дедупликатор, сжиматор, который в качестве бэкэнда использует систему хранения данных. А, то есть это как бы настройка над Клейхаусом, будем считать? Ну, если использовать Клейхаус, это вот… Ну, да, над данными, да. То есть мы как бы берем данные и переводим его в формат, который удобен для аналитической обработки. Понял. А дальше уже используют… Да, а там бэкэнда может быть любая система. То есть любая колоночная база, которая там используется? Любая. Хоть колоночная, хоть РДМС. Коллеги, давайте продолжим дальше в куларах обсуждения. У нас сейчас… Спасибо большое за доклад. Спасибо. Спасибо.